Часть третья. Наш скорый помощник и заступник, отрок Вячеслав. Драгоценные свидетельства о жизни и чудесах, совершенных отроком Вячеславом, которые нам оставили многочисленные почитатели его светлой памяти. Есть дети-посланники. Они словно не от мира сего, отмечены печатью свыше. Своей короткой жизнью и скоропостижной смертью они свидетельствуют о Господе. Их присутствие учит терпению и виле, приближает к Богу. Своих избранников он щедро наделяет благодатью. Глядя на фотографии таких малышей, видишь в их глазах во всем облике неизъяснимую глубину, внутренний свет и душевный мир. В народе говорят, у него лицо, как у ангела. Он долго жить не будет. Из книги К. В. Зорина «Духовные истоки страданий ребёнка». Москва, 2009 год, страница 62-63. Славочка нас не оставил. После кончины, через несколько дней, Славик явился Нине Ивановне Козыревой. Она рассказала так. И я, помолившись, пекла о просфоры, а сама всё думала о Славике, о его похоронах, о выносе гроба из квартиры, сопровождаемого иконой и молитвами. И о том, как при выходе из подъезда гроб с телом Славика был встречен караулом ребятишек и военнослужащих при большом скоплении жителей военного городка и округи. Я была в большой печали. Когда просфоры с Божьей помощью получились, я немного повеселела и прилегла отдохнуть, продолжая думать о Славике, прикрыв глаза от усталости, так как сама уже была больная. Открыла глаза и взглянула на иконный уголок. А оттуда в мою сторону совершенно обыкновенный, живой, идёт улыбающийся Славик. Когда он остановился возле меня, я с ним начала разговаривать, а он молчал и улыбался, а потом исчез. Через некоторое время ко мне приходит молодая женщина Людмила, жительница нашего дома, и рассказывает подобный случай. Она говорит, я была дома одна и готовила на кухне пищу. Вдруг вижу, стоит Славик, абсолютно живой, улыбается и молчит. Я ему сказала, Славочка, я очень рада, что ты пришёл ко мне, но я очень боюсь тебя, ведь ты же умер. Славик ничего не ответил и исчез. Когда взволнованная Людмила рассказала всё происшедшее и спросила, что бы это значило и разве такое вообще возможно, я сказала, что не знаю. Объяснила, что, возможно, Славик приходил её поблагодарить, так как она, будучи председателем родительского комитета, приняла активное участие в похоронах, много потрудилась и оказала большую поддержку нам с мужем в трудное время. И мы с мужем ей очень благодарны и низко ей кланяемся. В начале 2002 года пришёл юноша, Клыков Антон, который знал Славика, ещё будучи маленьким, и рассказал следующую историю. Участь в Суворовском училище, ему пришлось перенести тяжелейшую операцию на ноге. Боль была невыносимая. Сердцем стало плохо. Им овладело какое-то странное состояние. Ни явь, ни сон. Вокруг него начала стягиваться тьма. Он подумал, что умирает, раз становится так темно. Вдруг появилась полоска очень яркого света. Свет становился всё ярче и ярче и увеличивался в размерах. Когда глазам стало больно от цвета, то он увидел в этом свете улыбающегося Славика, одетого как бы в девчоночью ночную рубашку. Когда Славик немного повернулся, то за спиной стали видны крылышки, которые из-за яркого света невозможно было хорошо разглядеть. Юноша спросил Славика, для чего ты так нарядился? Но Славик молча смотрел и улыбался. Юноша говорит, я вдруг вспомнил, что Славик же умер, значит, пришёл оттуда, с неба. Я начал его умолять, чтобы он взял меня с собой. Видение исчезло, а я уснул по-настоящему. С той поры я начал выздоравливать. Так ещё раз я встретился со Славиком. Из воспоминаний Крашенинниковой Валентины Афанасьевны. Свидетельство об утроке Вячеславе Н.А. Пономарёвой. Я, Пономарёва Нина Анатольевна, 1947 года рождения, хочу рассказать, как меня вылечил от хронического заболевания Крашенинников Слава, 9 лет. Весь 1991 год я болела, находилась на амбулаторном лечении. Познакомилась я со Славой и его матерью осенью, случайно в маршрутке. Он обратил внимание на мою болезнь, увидев её под платком. Меня в этот день отправляли в Челябинский областной онкологический диспансер. Я ехала за направлением к онкологу-хирургу в город Чебаркуль. Меня поразило, с какой уверенностью мальчик сказал. «Тётя, у вас не рак». В онкодиспансере после обследования мне выдали заключение, что у меня хронический околоушной сиалуадениц лева. Так как у меня аллергия ко всем видам антибиотиков, то врачи сказали, что это заболевание будет у меня до конца моей жизни. При обострении буду лечиться у хирурга-стоматолога. Возможно удаление слюной железы, если боли будут невыносимыми. Я не могла ничего делать. Постоянные боли в области лица, уха, слабость, пот, анализы крови были очень плохими. Месяц меня лечил хирург-стоматолог. Опухоль стала меньше, но оставалась боль и выделение гноя из слюной железы. 29 октября я пришла к Рашенинниковым с просьбой, чтобы Славик полечил меня. Заявила, что мои родные знают, согласны, и никаких претензий в случае неудачи ни я, ни они предъявлять не будем. Слава согласился, но сказал, что лечить будет столько, сколько ему будет давать силы Господь. И чтобы весь этот период я постоянно читала молитвы, чтобы крест был постоянно на мне. Крест я и до встречи со Славой носила не снимая, так как я православная христианка. Два месяца, ноябрь и декабрь, почти каждый день Слава лечил меня. Время лечения было разным, от пяти минут до одного часа. В период лечения никаких лекарств не принимала. Я ощущала покалывание в щеке и как бы вытягивание из меня чего-то. Стала спать по ночам, боли почти не было, гной из соляной железы выходил сам. Очень много гноя, подушка временами была мокрая. Но опухоль за ухом оставалась, твердая, при надавливании болезненная. Несколько дней была сильная боль за ухом, потом вспухла. Опухоль стала мягкой, стала синеть, краснеть. Слава предупредил, что может прорвать опухоль и чтобы я спала в платочке. В одну из ночей декабря за ухом прорвало, вытекло очень много гноя с кровью. На следующий день Слава не лечил, сказал, что не надо. Через день прорвало во втором месте. Затем лечение было сведено до нескольких минут в день. Опухоли и боли совсем не стало. Слюна стала прозрачной, появилась сила. Я смогла съездить в церковь на елеопомазание. Выстояла всю службу. За эти два месяца я постоянно читала молитвы, учила их наизусть. Читала церковные книги, жития святых, акафисты. 3 января 1992 года Слава, осмотрев меня, сказал, что я здорова, чтобы ехала в церковь, исповедалась, причастилась и никогда не забывала о Боге. Конечно, я все исполнила. Хочу еще подчеркнуть. В комнате, в которой Слава меня лечил, стоит большая старинная икона Иисуса Христа. Мама Славы все время была рядом. И сама она, и Слава все время читали церковные книги, молились, часто ездили в церковь города Миаса в 20 километрах от нашего городка. Глядя на них, я тоже стала соблюдать пост. До этого я, конечно, верила в Бога, ездила в церковь, но благодаря им я еще более укрепилась в виле. Благодарю Господа за все милости Его, что Он послал этих славных людей мне на помощь. 7 мая 1992 года Еще одно свидетельство Н.А. Пономаревой, записанное позже. По воле Господа, я, грешная раба Божья Нина, встретилась со Славой случайно. И за ноябрь и декабрь 1991 года Он вылечил меня от неизлечимой болезни, хронического, околоушного, сиалоденито слева. В течение двух месяцев я почти каждый день, утром или вечером, приходила к нему в дом. Помолившись, Он лечил меня. Затем, когда одни, а когда и в присутствии Его мамы Валентины Афанасьевны, разговаривали о Боге Иисусе Христе, о святых, о мучениках, о Библии. Иногда Слава говорил о том, что будет в будущем, когда Его уже не будет. После окончания лечения я изредка заходила к Славе и Его маме рассказать о моих делах, поделиться церковными новостями. Моя свекровь трудилась во вновь открытом молельном доме города Чебаркуль и по богословению пекла у себя дома просфоры. С какой радостью Слава меня встречал, как родного человека. Давал советы. Как он поздравлял меня с принятием святых тайн после моей поездки в церковь города Миаса на исповедь и причастие. Ездила я к нему и в Челябинск, в областную детскую больницу, где он лежал, когда тяжело заболел, и в больницу города Чебаркуль. Он сам, тяжело болея, жалел ребятишек, больных белокровием, и, как мог, облегчал их страдания. Даже уже зная, что скоро умрет, он нам назвал точную дату своей смерти, Слава нас ободрял, наставлял, утешал, говорил, что не оставит нас. А мне сказал, тетя Нина, вы еще будете за меня радоваться. Хочу рассказать то, что я узнала от Славы при его жизни. Мама Славу воспитывала с раннего детства в христианском благочестии. Сама была примером для него. Вместе читали Библию, псалтирь, молитвы, жития святых, ездили в храмы разных городов. В городе Чебаркуль храма не было. Всех он любил, особенно стариков и старушек. Оберегал растения и животных, был добрым и скромным. У него от рождения был дар провидения, дар исцеления болезней призыванием имени Божьего. Он никому не отказывал. В школе помогал одноклассникам и более старшим ученикам. Людям, кого случайно встретят, как, например, меня, и тем, которые приходили к нему с просьбой о помощи. Он всем оказывал милосердие. Бесплатно лечил больных. Но отвергал тех, которые приходили с нечистыми, недобрыми мыслями. При мне одну чернокнижницу назвал нехорошей тетей, которая уговаривала Славу описывать ей болезни людей с помощью его дара провидения. А она по книге «Черной магии» намеревалась за деньги их лечить. Слава ей отказал категорически, и она кричала страшным голосом на него. Потом ждала его около школы и снова уговаривала. Но Слава был непреклонен. А ведь ему в ту пору не было и десяти лет. Много к ним приходило людей иной веры. Из разных церковных конфессий. Приезжали, привозили свою литературу, звали на свои службы, уговаривали, чтобы поинтересовался их верой. Он всем говорил «нет». А мне он говорил о том, что только наша православная вера истинная. Не верьте, тетя Нина, никому, кто будет вас склонять к другой вере. А будет таких из-за границы приезжать все больше и больше. И будет трудно людям понять, куда и за кем идти, так как иностранцы заманивают русских людей лёгкостью своих служб, ласками, приветливостью. А потом уже от них не вырваться. И люди пойдут в ад из-за этого. Наша православная вера строгая. Посты, службы долгие. Молитвы святым божьим угодникам. И если не хочешь погибнуть, следуй заветам наших святых – Серафима Саровского и Сергия Радонежского. У Славы в комнате был уголок с иконами. Иконы Слава очень любил. О жизни всех святых он хорошо знал, так как читал их жития, особенно любил целителя Полителимона и преподобного Серафима Саровского. До самой смерти Слава много молился. А когда старушка из деревни, умирая, отдала ему две старинные иконы – Божьей Матери и двунадесятые праздники, он её очень сильно благодарил. Иконы эти хранились у старушки в кладовке, были в плохом состоянии. Слава с мамой отмыли, очистили их, и лики стали видны. Какая у него была радость! С умилением целовал он эти подарки старушке Ксении, до самой смерти своей поминал её. В данный момент эти иконы чудесным образом обновились. Слава постоянно читал Евангелие, много молитв знал наизусть, а библейская энциклопедия была его настольной книгой. Любого человека он видел сразу. Мог сказать, сколько грехов у него, но никогда и никого не осуждал. Всех жалел. Когда моя свекровь Нина Ивановна Козырева уехала в 1992 году по святым местам в Дивеево, Слава с нетерпением ждал её. И когда она вернулась из поездки, очень долго расспрашивал её обо всём подробно. О церквях, где она была, об источнике, о всех местах, где ступала нога преподобного Серафима Саровского. Радовался, что очень много людей ездят на святые места. А привезённые просворы, камушки и святую воду принял с радостью великой. По милости Божьей, отрок Вячеслав дважды ездил в Сергиев Посад, в Свято-Троицу Сергиеву Лавру. Первый раз вместе с мамой, второй раз с мамой и папой. Беседовал с отцом Наумом. Приехав от отца Наума, он весь светился радостью духовной, благодарил Бога, долго был под впечатлением от этих поездок. И с ещё большим усердием стал изучать святые книги, ещё больше стал молиться. Но болезнь не дала этому светлому молитвеннику дожить до семеналии, о чём он мечтал. Слава не унывал, а думал только о людях. Не хотел умереть в день рождения своего отца, чтобы его не огорчить. Просил, чтобы мы не расстраивались. Говорил, что ему будет хорошо. Очень жалел маму свою, как мог утешал её. Незадолго до смерти его соборовали дома. До самого конца он достойно терпел болезнь. Не жаловался, только горевал, как же он перед Богом будет с дыркой в животе. Ему делали лапароскопию. После смерти лежал, как живой. Даже и тут, помогая нам. Всё ладилось. На похоронах Славика было огромное количество детей и взрослых людей. Старушки читали молитвы всё время, до самого выноса. Очень много народа пришло проводить его в последний путь. Такого количества наш городок ещё не видел. Вот прошло уже много лет, а Славика помнят. На его могилке всегда люди. Идут с просьбами, и он помогает. Сколько раз отец Игорь Каратовский служил панихидой на его могилке. И я, не зная об этом заранее, приходила к могилке, как будто Слава звал. Слава собирал людей возле своей могилки, чтобы они молились, не забывали Бога. Как жалко, что я не записывала, о чём он говорил при своей жизни. Как я каюсь в этом. Очень мало я помню его предсказаний о будущем. Помню, что в декабре 1991 года он говорил мне, что на Кавказе будет война. Жестокая, кровавая, бесконечная. Разрушат города. Кроме военных, погибнет много мирных жителей. Будут падать и разбиваться самолёты. Говорил, что без войны будет погибать людей больше, чем на войне. Что от тяжёлой болезни умлёт Раиса Горбачёва. Что сильно будет болеть Борис Ельцин. И в конце концов он вынужден будет уйти с президентского поста. Что будут сильные землетрясения. И из-под земли начнут появляться динозавры. Что в Москве будут проваливаться и разрушаться дома. Что в России наконец-то появится правитель, который скажет народу правду о Горбачёве и Ельцине. И весь народ ужаснётся. На какое-то время начнётся улучшение жизни. Будет много продуктов. Начнёт народ жить лучше. Но тут придут новые искушения. Всех людей перенумеруют. А через некоторое время будут ставить на людях три шестёрки. На многих поставят эти сатанинские знаки. А кто откажется, тот не сможет приобретать продукты. Мало людей устоит перед этим испытанием. Многие погубят свои души. Единицы уйдут в леса, будут жить тем, что вырастят сами. Но зверю не поддадутся. Ещё говорил, что на Дальнем Востоке России опустеют города, особенно военные городки. Люди будут уезжать оттуда, так как не будет света и тепла. А китайцы, корейцы и вьетнамцы начнут массово заселять эту территорию и будут, как у себя дома. И начнётся страшная война с Китаем. Ещё Слава говорил, что будут найдены в России церковные ценности, о которых все забыли. А что именно, я не поняла. Заканчиваю свои воспоминания, и душа моя взывает. Прости меня, благочестивый отрок Вячеслав, что я осмелилась говорить о тебе и о том, что Господь Бог дал мне счастье знать тебя при жизни твоей. Простите меня, Господь Иисус Христос, Божья Матерь, заступница наша. Простите меня, все святые, своей жизнью показавшие, как надо верить в Бога, как надо служить Ему. Простите меня, рабу грешную Нину, все, кто будет читать мои строки. 28 февраля 2002 года. О чудесном спасении по молитвам праведного отрока Вячеслава. Это произошло в конце лета 2010 года. Ближе к вечеру. Была пятница, и я дежурила на могилочке отрока. Днем было много народа. Потом все постепенно разошлись, я прибралась по обыкновению и уже собралась домой. В последний раз все осмотрела, все было чистенько. Я уже вышла, закрываю сень. И вдруг слышу, не ушами слышу, что как будто внутренний голос мне говорит тоненьким таким голосочком. Забыла. Я сразу остановилась, думаю, что такое, что я забыла. Смотрю, сумки со мной. Все со мной. Открываю снова сень. Захожу, проверяю все. Все на месте. Свечечки потушены, лампадочка потушена, ничего не забыла. Я тогда обратилась к отруку. Славушка, да что же я забыла-то? Опять помолилась, как всегда, перед выходом. Достойно есть пропела. И получилось так, что пока я опять закрыла все, пока дошла до остановки своего автобуса, на котором я еду с Куйбышевского поселка, где расположено кладбище, на котором лежит отрок Вячеслав, я опоздала на автобус, на котором обычно еду. И поэтому я поехала на полчаса позже, следующим рейсом. Доехала до центра города, а там я обычно пересаживаюсь на другой автобус, который идёт в посёлок Коширина. Естественно, я уже опоздала и на этот автобус, на котором всегда еду. Пришлось и здесь дожидаться следующего рейса. Наконец я поехала, подъезжаю к автовокзалу и вижу, что автобус, на котором я должна была ехать, врезался в столб. Я ахнула. Всё переднее стекло у этого автобуса было расколото, а я обычно всегда ехала впереди, стоя у этого окна. И я мысленно представила, как эти битые стёкла все бы полетели на меня. Подъезжаем к остановке, там плачущие дети. Все рассказывают, как вдруг шофёр ни с того ни с сего раз и врезался в этот столб. А я без единой царапины и стресса такого не получила, только расстроилась за детей. Вот так в очередной раз меня спас отрок. Вот этим своим тоненьким детским голосочком. Слава Богу за всё! Пономалёва Нина Анатольевна, город Чебаркуль. Конец лета 2010 года. Продолжение следует...